МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу Регион ТВ, подготовленную совместно с журналистами телекомпании Мозыря, Жлобина, Речицы, Гомеля и Светлогорска в студии Виктория Шинкаренко. В Мозыре прием по личным вопросам и прямую телефонную линию провел председатель облсполкома Геннадий Соловей. Преобладали вопросы социальной сферы и правовые споры. Такая форма работы дает результаты. Причем иногда вопросы решаются прямо на месте. В рамках визита Геннадия Соловьяна Мозырщину в Гуринах открыли молочно-товарную ферму на 600 голов дойного стада. Открытие посетил и вице-премьер Владимир Дворник. Подробности в первом репортаже выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Его открытия ждали долго – около шести лет. И вот в новом просторном коровнике появились его первые жители – сотни теленок и нетелей. Здесь все устроено так, чтобы буренки чувствовали себя уверенно, поддерживаясь оптимальная температура воздуха. Бетонное покрытие пола застилается мягким материалом. Возле каждой секции дополнительно стоят деревянные емкости с брикетами и лизунцами. Витаминно-минеральную добавку закупают специально. Это был долгострой. Заморожено было на шесть лет. И по постановлению совета министра решения Гомельского обесполкома были выделены средства, льготный кредит – 15,6 миллиона на кончание строительства этой фермы. И эта ферма уже построена. Увод этого комплекса нам позволит увеличить голове коров до 2535 голов, что даст возможность получить плотность скота на 100 гектар сельхозугодий дойных коров – 31 голову. Это очень хороший показатель выше среднеобластного и среднереспубликанского. Все 600 голов дойного стада в новые помещения фермы заедут в этом году. По самым минимальным прогнозам, здесь будут производить до 12 тонн молока в сутки. А значит, увеличится загрузка местных перерабатывающих предприятий. И, конечно, выручка, получаемая экспериментальной базой Криничной. Ставку на молочное скотоводство хозяйственники Мозричины делают не зря. От реализации молока в районе имеет 32% рентабельности. Что нам дает этот объект? Это на 5% увеличение объема производства молока. Это дополнительно 38 рабочих мест. Это позволит нам увеличить в целом выручку по предприятию на 8%. Ну, а если по району, то она поднимется на 1,5%. Поэтому такие объекты чем интересны? Потому что у нас уже четко отработанная технология содержания, кормления, доения молочного скота. И позволяет достойно делать экономику любого предприятия. Поэтому хочется огромное слово благодарности сказать главе государства, Совету министров Республики Беларусь, Гомельскому областному исполнительному комитету за реализацию государственных программ, которые достойно дают население отдачу. Поздравить коллектив предприятия с открытием молочно-товарной фермы приехало много гостей. Красную ленту в том числе перерезал вице-премьер Беларуси Владимир Дворник. По долгу государственной службы с этим объектом Владимир Андреевич знаком давно. Сегодня мне приятно, что он действительно имеет такой хороший достойный вид. Я думаю, что здесь будут работать достойные люди, которые будут здесь производить продукцию. А самое главное для нас сегодня, для государства, чтобы эти люди достойно жили. Чтобы здесь появились новые рабочие места, достойный уровень заработной платы, ну и, конечно, достаток в доме. Отчет новейшей истории работники животно-отческого комплекса смогут вести по часам, которые подарил вице-премьер. Символический ключ директору Николаю Рубахи передал заместитель генерального директора компании-подрядчика Мудрепромстроя Александр Гарист. Строители, к слову, ферму возвели в рекордные сроки всего за три месяца. Еще один подарок для экспериментальной базы Креничиной и всей сельскохозяйственной отрасли – это создание более 30 рабочих мест. Реализовывая директивное кредитование, мы в текущем году вводим новые объекты. Ведь в прошлом году то же самое, за счет областного бюджета мы построили и ввели в эксплуатацию новые фермы. Благодаря этому ферму мы имеем возможность производить молоко высокого качества. И в базе Креничной это даст возможность получить дополнительные источники производства молока в целом нашей области. Поэтому то, что делается в государстве, делается на благо нашего народа. Для того, чтобы еще лучше мы с вами могли достойно работать, и получать хорошие результаты в целом области. Комплекс в Гуринах представляет собой два сарая с доильно-молочным блоком. Предусмотрены скотопрогоны, выгульные дворики для животных, родильное отделение с площадкой для новорожденных телят. Есть склад для концентрированных кормов, навес для сена, силостные траншеи, крытый дисбарьер. Конечно, говорить о результатах работы пока рано, но в экспериментальной базе Креничной уверены, эта молочно-товарная ферма обязательно станет примером грамотного вложения денег и принесет одачу. Уже сегодня это хозяйство производит 12% сельхозпродукции Мозырского района. Екатерина Юрченко, Светлана Грутько, Вячеслав Пересыпкин, Юрий Горобец, телеканал Мозырь. Спасатели Беларуси принимали поздравления с профессиональным праздником 19 января. Поздравили сотрудников МЧС и в Светлогорске. На прошлой неделе светлогорские спасатели принимали поздравления с профессиональным праздником. Торжественное мероприятие проходило в Центре культуры 16 января. Авторитет сотрудника МЧС один из самых высоких в стране. Спасатели заслужили его своим профессионализмом, смелостью и мужеством. Они всегда там, где нужна помощь. Их опасная работа требует готовности пожертвовать собой ради спасения чьей-то жизни. Уважаемые коллеги, уважаемые жены, уважаемые ветераны, с днем спасателей вас! Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим семьям. Спасатели на страже безопасности и днем, и ночью они выбрали эту профессию и с честью выполняют свой долг. За высокие заслуги и верность своему делу многие сотрудники МЧС были награждены благодарностями. Также в торжественной обстановке были присвоены очередные специальные звания. В нынешнем году Беларусь отметит 75-ю годовщину со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Этой теме Совет Старейшин посвятил выездное заседание. На этот раз участники мероприятия посетили воинские захоронения, расположенные на территории Вышемирского сельского совета. В Реческом районе работа по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн находится на постоянном контроле Совета Старейшин. Регулярно проводятся обследования и благоустройство мест захоронений. На территории Вышемирского сельского совета участники выездного заседания посетили ряд объектов. Первая остановка окраина деревни Молодуша. Там находится братская могила советских воинов 1941-1943 годов. А также увековечена память 13 школьников и их учительницы, которые погибли в результате взрыва немецкой противотанковой мины 26 октября 1959 года. Безмолвные свидетели трагедии, деревья, которые были высажены школьниками в тот роковой день. Работа по благоустройству данного захоронения ведется сотрудниками Реческого узла почтовой связи. Памятник находится в хорошем состоянии. Недалеко от этого захоронения в поле братская могила советских воинов, погибших в 1943 году. Само захоронение это захоронение периода Великой Отечественной войны. Здесь захоронены те воины, которые погибли при освобождении Реческого края. 75 человек. За захоронением закреплен зональный узел электросвязи, начальник которого Евгений Левченко пообещал, что до начала посевных работ прилегающая территория будет приведена в порядок. Посетили участники выездного заседания и Молодужское сельское кладбище. В частности, побывали на могиле Василия Пырха, который во время войны сражался в составе народного ополчения и был расстрелян в начале сентября 1941 года. Там же похоронена и погибшая от рук фашистов мирная жительница деревни Анастасия Ясиновец. Ясиновец Анастасия Макаровна это была пожилая женщина. Она была расстреляна в августе 1942 года. Она 1875 года рождения и погибла тоже во время войны. Просто мирная жительница. В рамках выездного заседания его участники посетили братские могилы советских воинов и захоронения мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны. Деревень Новый Барсук, Духановка, Кузьминка, Гончаровка, Высший мир, Семеновка. Память вечна и нужно ее беречь. Такими словами подвел итог мероприятия председатель Совета Старейшин Николай Зайцев. Глава Совета Старейшин призвал поддерживать в надлежащем виде не только памятные места, но и прилегающие к ним территорию. А также поблагодарил всех, кто вносит вклад в дело памяти. Трагедия деревни Ола трагедия всего белорусского народа. 1758 человек, преимущественно женщин и детей, уничтожили Каратин 14 января 1944 года. 14 января в лесу на левом берегу речки Ола Светлогорского района состоялся траурный митинг. Здесь раньше находилась деревня Ола. Перед войной в ней было 34 двора, проживали 168 человек. 14 января 1944 года фашистские каратели сожгли деревню вместе с жителями. В это время здесь находилось много людей, беженцев из других населенных пунктов. Всего каратели убили в Оле 1758 человек, в том числе 950 детей и около 500 женщин. Их останки похоронены на месте бывшей деревни вместе с воинами, погибшими при освобождении района. На братской могиле воинов и жертв фашизма в 1958 году установлен памятник скульптура солдата с венком. В июле 2013 года по инициативе священнослужителей поставили крест. В нынешнем году намечено строительство мемориального комплекса, идея создания которого принадлежит светлогорскому поэту и общественному деятелю Изяславу Котлерову. В июне 2019 в Светлогорске на территории санатория Серебряные ключи проходил пленэр скульпторов. Из огромных валунов художники создавали произведения, объединенные темой войны. Их планируют установить на месте Аллы. Президент Беларуси поддержал инициативу создания мемориала. С начала этого учебного года студенты Мозорского педагогического университета имеют возможность изучать китайский язык. Причем его преподает носитель языка преподаватель-стажер Ян Джи Фен. Проект реализовывается в рамках сотрудничества между нашим вузом и Институтом Конфуция Гомельского госуниверситета имени Франциска с Карины. Китайский для белорусов. Устной речи и написанию иероглифов студентов Мозорского педагогического обучает житель Поднебесной преподаватель-стажер Ян Джи Фен. 23-летний иностранный педагог к своей деятельности приступил еще с начала учебного года. Первые месяцы была адаптация. Ян Джи Фен привыкал к менталитету, климату белорусской кухни. Однако и сейчас картошки предпочитает традиционный рис. Молодой педагог о своем решении приехать работать в Полесскую глубинку нисколько не жалеет. Он с увлечением знакомится с новой культурой, уже свободно ориентируется в городе, совершает покупки в магазинах. Ян Джи Фен обзавелся и белорусскими друзьями, и числа студентов, и коллег-педагогов. Я окончил в ХП университет иностранных языков. И я стал учителем, как мой отец. Я приехал в Мозырь в Сентябре. Мне здесь понравилось. Это красивый, зеленый город. Я познакомился с много интересными людьми. Студенты и учители университета помогают мне узнавать вашу страну и изучать русский язык. Я очень рад, что белорус и Китай. И я могу работать преподавателем в Мозырском университете имени Шамягина. Я приехал сюда, чтобы рассказать вам о Китае, о нашей культуре, традициях и, конечно, научить китайский язык. Как только в Мозырском вузе объявили о наборе в группы по изучению китайского, сразу же нашлись желающие овладеть одним из самых распространенных языков в мире. На нем разговаривает свыше 1 миллиарда 300 миллионов человек. Преподаватель очень нравится, поскольку он сам китаец, это помогает изучать язык на совершенно другом уровне. Я изучаю китайский язык, поскольку мне очень нравится изучение иностранных языков, и английского и немецкого, которые я изучаю на данный момент в университете, мне недостаточно. Изучив китайский, я открою для себя новый горизонт и возможности для саморазвития и познания нового. Я изучаю китайский язык с этого года. Мы изучаем буквально 3-4 месяца этот язык. Для меня это отличный опыт, мы участвовали в конференции, которая проходила в городе Гомеле. Китайский это очень популярный язык, поэтому на мой взгляд очень важно изучать китайский сейчас, поскольку я как педагог могу преподавать не только два языка, а также дополнительный китайский. Изучение китайского языка в Мозорском педагогическом набирает обороты, а география деятельности Ян Джо Фэна расширяется. Еженедельно молодой педагог ездит в командировки в Жлобин. Там он обучает преподавателей. В рамках белорусско-китайского сотрудничества с 1 сентября 2019 года на базе нашего университета организованы курсы по изучению китайского языка. Сразу же нашлись желающие многие студенты не только изучающие иностранные языки, но и студенты других факультетов изъявили желание изучать китайский язык. Мы решили расширять географию нашей деятельности с января 2020 года. Подобные курсы были организованы на базе отдела образования, спорта и туризма Жлобинского района для учителей иностранного языка. Кроме того, мы в настоящее время планируем открыть группу для детей. Проект «Китайский для школьников» в Мозорском педагогическом только зарождается. Группы будут формироваться в зависимости от количества желающих и их возрастной категории. Сам Янжи Фэн настроен на активную работу. Китайский преподаватель заинтересован в том, чтобы как можно больше белорусов, юных взрослых обучить своему родному языку и познакомить с уникальной культурой и традициями Поднебесной. Виктория Синицкая, Олег Фитцнер, телеканал «Мозорь». 19 января православные верующие отмечали крещение. Репортаж из Светлогорска. 19 января крещение Господне праздновали Светлогорские православные верующие. Тысячи горожан собрались в Свято-Преображенском храме на праздничную службу. Насколько мы верим в возможность даже в чудо настолько это чудо происходит в нашей жизни. Но чудеса проходят в нашей жизни каждый день. Их только надо замечать в своей жизни. После божественной литургии епископ Светлогорский Амбросий совершил обряд водосвятия. Считается, что после этого обряда вода приобретает целебные свойства и сохраняет их очень долго. Пополнив запасы святой воды, прихожане во главе со священнослужителями двинулись крестным ходом к реке. Здесь воду также осветили и первосмельчаки смогли испытать силу духа и тела. В этом году крещенский обряд проходил в районе городского пляжа, а не на привычном месте возле станции Освод. Здесь на небольшой глубине установили помосты и ограждения. На берегу организовали место для переодевания. Также окунуться на крещение можно было и в паричах. Челлендж с крещенскими купаниями активно поддержали в Мозере. Настоящие моржи, опытные спортсмены и любопытствующие новички устремились на грибную базу в деревне Новики. Экстремальное сочетание льда и пламени может ощутить на себе каждый, кто рискнет на крещение окунуться в прорубь. Самое сложное сделать первый шаг. Холод сильно щекочет кожу, при погружении в воду резко захватывает дух и уже поднявшись по ступенькам ощущаешь приятное жжение по всему телу. А затем легкость и действительно праздничная эмоциональная эйфория. Муж придумал, теперь он не купается, я купаюсь. На все смотрела дикими глазами, пока не попробовала. Первое, когда попробовала, поняла, что я без этого уже все не смогу. И сейчас даже больная, оказывается, что я с горлом. Но все равно решусь, завтра буду здоровый и веселый, буду в жизни радоваться. Это же крещение, святой праздник. Очищение, наверное, для того, чтобы в этот 2020 год, чтобы был хороший, счастливый для всех. Это традиция такая в православных. Вот для этого и ныряем. Грибная база в деревне Новики раз в году становится центром притяжения всего Мозыря. Здесь всегда много желающих совершить крещенский обряд. Некоторые приезжают целыми семьями и даже берут с собой детей. Малыши в воду заходят с опаской, иногда рискуют только помочить ступни ног. Подростки чувствуют себя более уверенно. Их условно можно разделить на две категории. Тех, кто поддерживает семейные традиции и тех, кто просто присоединяется к модному челленджу. Приехала с папой и хотела покупаться. Вот так оказалось? Холодно. Ну, поначалу холодно, а потом будет тепло. Ну, папа ныряет, ему ныряем. Папа купается постоянно в круглую зиму. Меня пригласил друг, покупался, было вообще не холодно, не страшно, зашел сразу выше. Среди купающихся можно было встретить людей самых разных профессий и призваний. Внимание публике привлекли игроки футбольного клуба «Славия». Позитивные поздравления прозвучали от прославленной спортсменки двукратного бронзового призера Олимпийских игр, чемпионки мира, многократного призера чемпионатов мира и Европы Ольги Худенко. Всех с праздником, крепко здоровься, главное не бойтесь, не бойтесь нырять в прорубь, это очень классное ощущение. Многие верят, купание в проруби смывает их грехи, приносит душевное здоровье. Священнослужители не устают повторять, куда важнее в праздник посетить церковь, помолиться, причаститься. Мы не устаем добавлять, во что верить и веровать каждый выбирает сам. Окунание в прорубь ярче самых красноречивых слов. Главное, чтобы здоровью не навредило. Екатерина Юрченко, Лидия Поттер, Виктор Цирулик, Юрий Горобец, телеканал Мозырь. Приятная новость и для продавцов, и для покупателей Светлогорского рынка Первомайский. Хозяева рынка, местные коммунальщики, решили облагородить территорию и сделать парковку. Рынок Первомайский в Светлогорске имеет один существенный недостаток – маленькая парковка. Предпринимателям, торгующим на рынке, и покупателям очень проблематично поставить свой автомобиль. Даже в будний день парковка и подъездная дорога буквально заставлены транспортными средствами. В выходные дни желающие приехать на рынок на машинах вынуждены ставить их на проезжей части улицы Калинина, там, где стоянка и даже остановка запрещены под страхом эвакуации. Нельзя сказать, что хозяева Первомайского, коммунальники, не предусмотрели этот вопрос. Раньше слева от входа на рынок существовала платная стоянка, которую днем использовали как парковку. Но позже по экономическим соображениям ее переоборудовали под торговую площадку, поставили павильоны, и автомобилям Чтобы решить проблему, коммунальники приступили к строительству парковки в непосредственной близости от рынка. По информации руководства «Гжубсветоч», это будет бетонированная площадка, рассчитанная на 45 автомобилей. Срок ее ввода в эксплуатацию пока не определен. Все будет зависеть от погодных условий. Формирование нравственных качеств с самого раннего возраста. Специальный проект реализуется в Светлогорске. В дошкольном центре развития ребенка номер один ведется работа по формированию нравственных качеств детей на основе духовных традиций белорусского народа. Инновационный проект реализуется здесь с сентября прошлого года. В вопросах воспитания малышей детский сад наладил сотрудничество с приходом Храма Святых Апостолов Петра и Павла. Рождественский спектакль стал первым мероприятием в рамках этого сотрудничества в реализации образовательного проекта. Также в планах подобные мероприятия к Пасхе, Троице и Покрову Пресвятой Богородице. Помимо творческой работы с детьми проводятся беседы о понятиях добра и зла, любви к малой родине, уважений дошколятам рассказывают на занятиях кружка «Родник добра». Для родителей семинары и практикумы. Еще одно направление деятельности в реализации образовательного проекта «Православный туризм». Дошкольный центр развития ребенка номер один является одним из лучшим в городе. Здесь ведется работа по различным направлениям, реализуются тематические проекты. Вся деятельность учреждения сфокусирована на создании максимально комфортных условий для всестороннего развития и воспитания детей. Самые известные знатоки белорусского и московского клубов «Что, где, когда» сыграли против знатоков Мозорского нефтеперерабатывающего завода. И к юбилею своего предприятия наши интеллектуалы преподнесли шикарный подарок. Какой? Узнаете из следующего сюжета. Такого эмоционального напряжения в Большом зале Дворца культуры нефтепереработчиков давно не ощущалось. Еще бы, сцена на этот раз в распоряжении интеллектуальной элиты Мозоря и знатоков высшего дивизиона белорусского и российского клубов «Что, где, когда». Первыми за круглый стол села команда нефтеперерабатывающего завода. Для поиска правильного ответа на вопрос у них ровно одна минута. Но для зрителей в зале процесс, в котором рождалась верная мысль, иногда казался вечностью. Впрочем, для самих знатоков игра в родных стенах двойная ответственность. Эмоции, конечно, переполняют, потому что впервые мы играли на такой публике, тем более публика своя, заводская, это вдвойне ответственно. Потому что для нас сегодня был праздник, не только праздник игры нашей, но и праздник 45-летия Мозорского НПЗ. Хотелось выступить перед своими коллегами как можно лучше. Поэтому ответственность, конечно, была очень высокая, мы волновались, но, к счастью, все получилось как нельзя лучше. И хотя у команды уже большой опыт, в принципе. Нынешние интеллектуальные состязания приурочили к 45-летию выпуска первой товарной продукции Мозорского нефтеперерабатывающего завода. Мощный мозговой штурм всем участникам понадобился еще на подготовительном этапе. Вопросы команды готовили друг для друга. Вопросы достаточно сложные и люди, которые готовили, это вообще такие авторитетные знатоки в белорусском телеклубе, поэтому от них не могло быть никаких слабых вопросов. И я думаю, что они тоже прикладывали усилия для того, чтобы вопросы были не совсем легкие, чтобы нельзя было их взять. Готовить вопросы это совершенно другое направление. То есть, ты можешь быть отличным знатоком, но сделать хороший вопрос это большое искусство. Поэтому, я думаю, те ребята, которые сегодня будут играть, они потратили очень много сил, времени, очень много перебрали всяких фактов для того, чтобы именно выбрать то золотое зерно, которое может сегодня сыграть против таких титулованных знатоков, которые к нам приехали. Во вторую команду вошли обладатели большое малой хрустальных сов, игроки элитарного телевизионного клуба «Что, где, когда». Несмотря на серьезный уровень подготовки, знатоки перед выходом на сцену заметно волновались. Фактически идет две игры, то есть соревнования в любом случае присутствуют, заводчане играют на наших вопросах, которые, как мы видим, игра складывается очень удачно для мозговской команды, даже, честно говоря, будем играть в полную силу и, честно говоря, волнуемся, потому что, ну, насколько я слышал, на прошлом юбилее тоже была игра на 40-летие и тогда 2-6 проиграла сборная телевизионного клуба. Настоящее интеллектуальное шоу на сцете Дворца культуры длилось больше двух часов. Напряжение каждой минуты, звук церемониального гонга, шум от рассуждения людей в смокингах и вечерних платьях и гром аплодисментов в зрительном зале, когда стали понятны итоги. Телевизионщики свою игру закончили со счетом 6-5. Команда заводчан сумела подняться на уровень выше со счетом 6-2. Что больше помогло? Эрудиция или интуиция уже останется за кадром, но свой достойный подарок к юбилею предприятия заводской клуб «Что, где, когда уже сделал». Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов Телеканал Мозырь. В Новоречицком микрорайоне Речицы в тестовом режиме начала работу детская игровая сенсорная комната «Сенсориум». В полном объеме «Сенсориум» начнет работать летом, но уже сейчас у всех желающих есть возможность заглянуть в волшебную комнату. В «Сенсориуме» созданы условия как для релаксации маленьких посетителей, так и для активного отдыха. Сенсориум – это мир волшебной сказки, в котором все переливается, звучит, помогает забыть страхи и переживания, бодрит и в то же время успокаивает. Но беззаботным развлечением занятия в комнате только кажутся. На самом деле сенсорная комната – это особым образом организованная среда, наполненная различного рода стимуляторами. Все элементы комнаты позволяют детям играя учиться и развиваться. Сколько сыгрыш, посчитайте? Один, два, три. Такие занятия важны и тем, что обучают детей навыкам работы в команде. А это, вне всяких сомнений, поможет им адаптироваться в любом социуме, будь то детский сад, школа или просто компания друзей. Помещение состоит из нескольких интерактивных зон. Мягкая среда обеспечивает уют, комфорт и безопасность, создает условия для релаксации и спокойного состояния. Для зрительной и слуховой стимуляции используется музыка, различные световые эффекты и приборы. Они, в свою очередь, развивают внимательность и учат выполнять задания. Интересная и полезная детям тактильная дорожка. Этот тренажер развивает чувство координации в мелкую моторику ног, что способствует укреплению иммунитета, формированию речи и пространственного мышления. Клюшочки большие! Продолжая увлекательное путешествие по сенсорной комнате, дети оказываются во власти звездного дождя. фиброоптические волокна можно перебирать в руках, плести из светящихся нитей волшебные косички и играть в различные игры. Все элементы сенсориума дети воспринимают как игру, а вот родители уверяют, сеанс 45 минут оказывает ощутимый релаксационный эффект. После посещения комнаты совершенно другая картина. Ребенок какой-то умиротворенный, нет вот этой вот психозы, истерик, и момент адаптации к детскому саду даже проходит гораздо более гладко, более комфортно. Очень нам все нравится, дети сюда рвутся. Мне все тоже очень нравится, очень доступно по ценам и совершенно бесценно в плане результата и как развитие, так и какой-то психологической разгрузки. Я рекомендую. Руководитель сенсорной комнаты Оксана Демешкевич поделилась своими наблюдениями за маленькими посетителями. Она отметила, что обстановка дает им ощущение полной безопасности и комфорта, и они охотно остаются в сенсориуме одни без родителей. Умиротворение и радостные улыбки на лицах детей красноречивое подтверждение тому, что детям здесь нравится. Пройдя все этапы, они не утрачивают интерес к сенсориуму и желание вновь оказаться в этом волшебном уголке. Это был последний сюжет нашего выпуска. Смотрите регион на следующей неделе. Я же прощаюсь с вами. До свидания. Продолжение следует...